Иногда лучше просто смотреть на самом быстром мобильном интернете в стране. Мегафон, включайся! Мегафон получит тот самый один, единственный, заветный слот на Intel Extreme Masters 2019 Sydney. Но пока об этом рано говорить. G2 выигрывает со счетом 1-0 на вражеском пике. Они показали отличную игру, выиграв 16-6 коллектив 3D Max. И вот D-Dust 2, карта коллектива G2 Esports. Посмотрим, как на этой карте они покажут себя. Этот матч для вас комментирует Алексей Пчелкин. Студия RUHUB, спасибо большое, что вы сегодня с нами. И этот вечер проводите вместе со мной. Всем приятного просмотра. Пока 0-0. Пока только лишь начало. И будем смотреть за тем, как будет развиваться эта игра. А вот у Дэвида отличная позиция. Уже зашел в шорт и ликвидировал Шокса. Там уже двое игроков. Аплент был отдан. А вот теперь небольшие проблемы могут быть у G2. Потому что они знают, что на шорте есть. Как минимум один. Там еще с Сити поднимается один игрок. На шорте двое. Кеннис Сити встречает. Ставит голову по Хаджи. Неплохо. Но не убивает сразу. Там в пяту не дочекали. А там сидел Дэвил. Тут нужно забирать Лаки. Неплохо. Заберет ли один в два. Или же нет. Но не должны отдавать такое. Не должны отдавать такое. Ребята из Риде Макс. Должны закрывать того самого Лаки. И... Ну добить. Просто добить. Да. 1-0. 1-0. Но очень и очень было все это дело на Тоненького. Немножечко не дочекали позицию спины. Конечно. Не ожидали, что так агрессивно подожмут спину. И не ожидали, что просто-напросто шарта в этот тайминг попадет кто-то из коллектива 3Д Макс. Но в любом случае. Есть первый раунд. Первый раунд в защите. На вражеском пике. И 3Д Макс. Должны были его забирать, чтобы почувствовать вновь уверенность. Знаете. Потому что вы проигрываете на своем пике 16-6. Если проигрываете еще пистолетку. Ну будет совсем печаль, беда. Поэтому этот раунд для них был жизненно необходим. Чтобы немножечко свою моральную составляющую поправить. Бадди отправляется уже в следующий раунд. Джинкс закрывает его точным выстрелом в голову Сауга. 5-4. Обратите внимание, что у Лаки и у Шокса на втором раунде имеются АК-47. Также есть и Скаут. Есть еще Дезерт Игл у Джекса. Это Дбай. Все только из-за того, что бомба была установлена. Были сделаны некоторые минусы от коллектива G2 Esports. Именно поэтому сейчас они закупаются. И этот раунд, конечно же, нужно забирать коллективу G2 Esports. Поскольку придется потом делать и сливать следующий. Но пока еще ничего не ясно. Пока только лишь атака. И пока только лишь потеряли одного. 40 секунд. Остается 40 секунд у коллектива G2. Лаки. Верхняя Тэшка. Вместе с ним его тиммейт с бомбой. Это Кеннис Джинкс. Готов принимать игрока, который будет заходить. Смеда. Это был Шокс. Отваливается уже голова его. Ну и Дэвил. Чекает еще одного. Забирает только Лаки. Джекс моментально развенит точный выстрел. И проход под Б-плэн в принципе обеспечили себе ребята. Ну тут стреляться не надо было, наверное. Потому что знали, что там скаут есть. Как-то очень самоуверенно сыграл здесь Джекс. И потерял 80% здоровья практически. Поэтому здесь, конечно, теперь будет очень-очень тяжеловато им как-то отыгрывать. И защищаться. Но программа минимум выполнена. Бомба установлена. Вот теперь защитить ее. С таким отвратительным количеством ХП по-другому не назовешь. Макказин собирает первого. Это был Джекс. Кеннис Плэн 2. Должны закрывать его это вопрос времени. И по нему Макказин даблкил в конце этого раунда. 2-0. Что по звездочкам? Ну да. Ну, во-первых, звездочки зависят не от нас, не от меня. В частности, звездочки, я думаю, закрасятся со временем. Такое бывает у нас иногда, что звездочки не закрашиваются. Ну, могу вам сказать, что звездочки пока закрашены в сторону коллектива G2 Esports. Одна звездочка так точно. 2-0. 2-0. Вынуждены G2 теперь делать эко-раунд. Оставляют по 2-1,5 тысячи. Под B побежало у нас 3 игрока. Но это не выход. Это только лишь прочек позиции. Верхние тэшки. Дэвил. Попал по голове своему игроку. Минута 20. У коллектива атаки для того, чтобы выбрать все-таки нужный и верный вектор атаки. Тавтология, но так и есть. И уже. Может быть, завладеть преимуществом. Хотя бы в этом раунде. Но пока нет. Пока Каджи тут собирает у нас урожай. Через смок. Забирает Джекса. 5-4. Никого более не убивают. Максимум пытаются нашить. Дэвил. Также подходит на помощь своему тиммейту. Но Шокс. Шокс и Лаки делают по киллу. Ситуация 1 в 3. Нужно поставить бомбу. Это будет очень-очень хорошо для Шокса и компании. Да, Шокс этим и занимается. Еще и Аук забрал. Перезаряжает. 13 патронов оставалось у него. Кидывает смок на даблдор, дабы отрезать хотя бы одну позицию. Потому что смотреть нужно целых 3. Заход с окна. Заход с даблдора. Заход с верхней Тэшки. Вот сейчас. Джинкс. Маказин. Даже в ситуации 1 в 3 не пушат очень-очень нагло и быстро. Шокс. Сейчас уже должен его в спину закрывать просто один игрок. Это Дэвид. Да. Так и есть. Шокс зашел в Тэшку, но до конца ее не прочекал. Странно. Хотя нужно было это сделать. Просто посмотреть хотя бы за угол и узнать, есть там кто-то или нет. Решил сыграть именно так. Это 3-0. И 3-Дэмакс выигрывают очередной раунд. Но опять же неплохой раунд от G2. Как говорится, nice try. Были только лишь пистолеты. Зашли под B-plant. Убили двух игроков защиты. Поставили бомбу. С экономикой все пока неплохо. Есть снайперский девайс у Кенниса, который попытается сейчас дать пару фрагов по команде защиты. Халва, спасибо. Главное, чтобы вопросы были, а там общаться не проблема. Воу! Что это было, Кеннис? Это что за флик такой? Остановите этого парня. Этот француз сегодня в ударе так же, как и Маказин. А вот такое преимущество терять было просто нельзя. Маказин делает минус 3 на позиции лонг со старта. И это плохие новости для коллектива G2. Да, в это время Шок забирает одного на миду. Дэвид начинает поджимать уже с бокса. Кеннис вместе со своим тиммейтом. Проходит под позицию B базы. Будут пытаться реализовывать. Это как вообще? Это законно? Почему они убивают смог, при том вот так прицельно? Ну окей. Пусть будет так. Один в два, Кеннис. Кеннис открывается. Минус один, но в голову дали. Но это Кеннис, который сегодня не промахивается. Несите следующего. Минус три от него. И клатч один в два. Браво, Кеннис. Браво. Снайперский девайс. Браво. Все-таки волшебная палочка сыграла и сделала свое дело. Один три. Это было неплохо. Это было неплохо. Четыре раунда позади. Пятый раунд на ваших экранах. И начинаются у нас интересные раунды. Заход на лонг. Лаки абсолютно белый. Только сейчас замечает Девила. Вырубает он этого парня. Лаки идет дальше. На старте замечает еще одного, но не добивает его. За каром имеется еще один игрок с защитой. Но пока без особого урона. Кеннис подходит также своим тиммейтам. Имеется у него в руках гранат. Прокидывает он ее на кар. На каре уже давным. Давно никого нет. Есть три опорника под Аплентом. На Б абсолютно никого. На Даблдоре стоит у нас в Миду Маказин. Он отдал позицию Б базы. И рядом с ним находится тот самый Шокс, который сейчас на Даблдоре. Но с другой стороны на Миду. Если сейчас откроется и убьет Маказин. Это хороший шанс зайти на Б-плент. Это прекрасно должны понимать коллектив G2 Esports. Поскольку огромное количество людей. Как минимум двое еще оставалось на позиции Лонка. И они об этом знают. И вот сейчас они вываливаются втроем. Под Б базу, на которой просто чисто. Как говорится чистота, чистота. И здесь вообще никого. Вот только Хаджи, которого никак не прочитали. Забирает Шокса. Ситуация 4 в 3. Хаджи. Кеннис сейчас может забирать. Слышит, все прекрасно. Может забирать тех. Кеннис, а что же вы так неаккуратно-то стоите? Покажите нам его обратно. Я сам покажу. Нет, не покажу. А почему так? А, ну тут Бадди. Тут Бадди, который тоже развлекает. Но тут его все-таки уже забрали. Хаджи до конца. Вот Хаджи чуть-чуть там не хватило смелости. Немножко, понятное дело, что там его контролировали. Его заход забрал на одного. Кеннис на размене. Это второй раунд для G2 Esports. Все-таки додавили. Самый ваг-раунд в истории Counter-Strike. Ну да, тут было много ваг-моментов на самом деле. Очень много. Ну вот такое бывает. Такое бывает. Второй раунд в Кряту забирает коллектив атаки G2 Esports. Девайсы у 3D Max есть, потому что удалось засейвить. Аук и Калашников, но вот остальные-то три пистолета. И это проблемы. G2 об этом должны понимать. Не должны забывать о той информации, что с экономикой все не очень хорошо. И, конечно же, сейчас будут пытаться и этот раунд забрать в свой актив. Ну вот и, как говорится, звездочка нарисовалась. У коллектива G2 Esports, как я и говорил. Затишье. Пока затишье перед бурей. И G2 просто ждут. 1-1-3. Именно так играют 3D Max. Один под B, один на миду. И трое под позицией А базы. Двое, при том, что стоят на ланге. И один стоит глубоко в пленту. Ну и вот тут сейчас будет стычка, потому что три игрока уже. Коллектива атаки. Собираются выходить с бокса. Выход идет. Бадди, ну ты же чекал эту позицию. Но все-таки возвращается. Дальше спрейт. Хаджи все-таки Бадди убивает. Было небольшое количество хп у него. Шок с вантапами. Ты же не скрим, но в любом случае получается. Сделал еще один килл по казину. Ну и все. Джинкс и Девил остаются вдвоем. У Девила пистолет. У Джинкса все тот же самый засейвленный девайс. Это Аук. Ситуация 4 в 2. Ну и тут позвольте сказать, что это уже 3-3. Да, первую взяли у нас, конечно, G2 Esports. На вражеском пике. Карта Д'Инферно 16-6 счет. Джекс минус Девил. И остается у нас Джинкс. Похожие ники, кстати, Джинкс, Джекс. Все французы. Там у 3D Max, по-моему, только один не француз. Джинкс. Ну до конца ждет. И на него тоже не идут. Джинкс. Есть информация, но тут уже просто не успевает он никого убить. И его тоже оставляют в покое. 3-3. Сейчас будут деньги. Плюс девайсы сейвили один. Ну и сейчас посмотрим. G2 Esports с самого начала. Заявляют о том, что сдаваться они не собираются. И все это дело хотят побыстрее довести до счета 2-0 в серии. Чтобы уже отправляться в гранд-финал коллективу Пик. Агрессия. По Джинксу инфа уже имеется. Кстати, не закупились. Есть только фармган. Есть АУК. Который тот самый АУК, который засейвили пистолеты. Оставляют еще деньги на следующий раунд. Чтобы ресетнуть экономику. И уже полноценный бай нам показать. Будет снайперский девайс. Наверняка ребята ждут именно этого. Позиции Short. Два игрока атаки. Бомба находится у нас на середине карты. Пока не торопятся G2. Снова показывают нам медленный раунд. От которого и будут отыгрывать после того, как определенное количество времени пройдет. Нужные тайминги они выждут. И как всегда на поздних таймингах пойдут. На определенный плент. На определенную позицию. Шокс. Не уходит. А вот тут вот Хаджи увидел. Есть как минимум информация. Да. Немного покоцал. Всего лишь на 17% здоровья. Мог закрывать. Но что есть, то есть. Джекс. И на Джинкс. Дэвил. Неплохо. Размен. Дэвил. Еще и калаш взял. Может дожать Шокса здесь. Да. В этой ситуации отличная игра от Дэвила. На позиции миддл. На даблдоре забрал двух игроков. И 3-3. Хороший раунд для 3-дмакс. Может сейчас получиться. Могут забрать. Ставят бомбу на Б. Кеннис. Ёй. Белый танкеннис был. Отлично. Флешка от Хаджи. Джекс. Хаджи. Джекс. Еще один килл. А вот это неплохо. Тут нужно было Джекса ликвидировать. Но как этот парень сегодня хорош. И подождите. Сколько киллов он сделал в этом раунде? А не айс ли это был? Там огромное количество черепков у него было. Я вот не успел, кстати говоря, заметить. А это интересно. А это очень интересно. Потому что минус 3 он сделал точно. А вот сейчас вопрос. Да, это эйс от него. Вот я сейчас смотрю на ХЛТВ. Это эйс от Джекса. Браво. Отличная игра. 4-3. 4-3. G2 и Спорс берут очередной раунд. И готовы к следующему. Джекс. Герой предыдущего раунда. 30 секунд позади. И G2 не торопятся. Снова не торопятся. Снова тянут время. Позиционка у 3D Max. 2-1-2. Все по стандарту. Кстати говоря, не всегда понятное дело, что отыгрывают двое под B. Вчера, например, под B отыгрывали Na'Vi. Когда играли против Norse. Двое под B. Потому что одного игрока им не хватало. Там. И у них были с этим проблемы. Под B базой на Dusty втором. Ну и вот сейчас 3D Max тоже играют. 2-3 уже даже можно сказать. Лаки. Замечает одного. Закрывает Хаджа. Отличная стрельба от этого парня. Позицию кара занимает. У нас один игрок защиты. Маказин. Минус Шокс. 4-4. Кеннис. В пяту. Чекает план. Пока никого там не видят. Вот Карна надо прочекать. Я не знаю там. Прочекали или нет. Просто пока настреливают в сторону Карна. Но там до конца сидит игрок. Это у нас... Дэвид. Джекс. В это время минус Маказин. Ой-ой-ой. А Лаки читает эту позицию. И вырубает Дэвида Джинкс. Пытается нашить Смокс. Мида. Только лишь... Доставляет врагу информацию о его позиции. Ну и 4-2. Джинкс и Дэвил остаются вдвоем. Против практически... Целого состава G2 и Спортс. Только Шокса потеряли в этом раунде. Но это выход на пятый, конечно же. А там еще и денег нет. То можно сказать, что выход на шестой. G2 неплохо отыгрывает. Слили 3. И со счета 3-0 взяли 5 подряд. Просто 5 подряд раундов. Все у них неплохо. Чувствует себя замечательно. Кстати говоря, обратите внимание, какой Калашников у Лаки. У него АК-47 Red Lion. Весь заклеен логотипом и наклейками коллектива 3D Max. Понятное дело, что они подходят по цвету. Но очень забавно наблюдать его с Калашниковым коллектива 3D Max. И, соответственно, это противостояние. Против 3D Max. 8 раундов позади. 8 раундов мы уже посмотрели. Тут отбади заход на лонг. Догорать должен. Нет. Вовремя выбежал. 2% здоровья остается у него. Там любая гранатка сейчас залетит на лонг. Может его убивать. А вот тут Маказина поймали. Минус от Лаки. Заключает еще одного. Шокс. Не стали его пушить дальше. Прокидывают. А вот теперь идут. Шокса теряем здесь. Кенни. Ну, с Хаджи. Бадди страхует. Также забирает Дэвила на виду. Дэвид остается один. А вот тот самый Дэвид. Которого Бадди остается здесь ждать. Бадди уже ликвидирован. Информация по Дэвиду также имеется. Ну и такой раунд также не должны. Житу отдавать. Тут есть Кеннис, который сегодня очень хорош. Его нужно бояться. А почему 9-9-9-9 раундов? Ну, вот такое отображение. Оно как бы ни о чем особо не говорит. Просто вот такое отображение. Такая система. Биг против Г2. Что думаете? Ну ладно, подождите. Не хороните 3D Max. Подождите. Ну ребята дошли до такой стадии. Не просто же так. Ребята переигрывали хорошие коллективы. Ребята старались. Тех же самых G2 они переигрывали тоже. На этих же квалах. На закрытых. С счетом 2-1 G2 отлетали. Подождите. 3D Max это только 9 раундов. Отрыв только в 3 раундах. Не хороните раньше времени. Давайте смотреть. Интересный Counter-Strike. Давайте ждать и верить. Что все-таки эти ребята нам еще покажут. Практическая пауза. 3D Max была. Десятый раунд. Пчелкина. Сегодня Слипчик будет комментировать? Нет. Сегодня все противостояния для вас комментирую я, Алексей Пчелкин. Соответственно это Best of 3. И следующий матч. Best of 5. Гранд финал. За единственный слот. Intel Extreme Masters. Sydney 2019. Заход под B. Jax минус Devil. Jinx забирает Jax. Buddy на размене по Jinx. Кеннис также остается на беду и забирает Дэвида, который находился на ланге. Макказин. Должен забирать здесь Кеннис. А так и есть. Неплохой флик от него. 3 в 2 ситуация. Очень красные. Лаки и Buddy. 7,14% здоровья у них. Шокс. Пока фуловый. А вот эта вот граната сейчас может похоронить одного из игроков. Да, это был Лаки. Пойду дальше. Хаджи очень далеко. Просто невероятно далеко. И, конечно же, тут нет дефьюз китов. И стоит ли идти? А вот Шокс. Неплохая позиция. Вот этот вантап проходит от него. Макказин уже уходит в следующий раунд. Хаджи остается один с Аугом на позиции. Шарта. И Шокс также вантапами отправляет его в небытие. Это 7,3. Ну, что сказать. Пчелкин и Слипчик – самый лучший комментатор из Ньюфагов. Ну, кстати говоря, Слипчик-то не новый. Я-то, он-то уже намного раньше, чем я пришел в студию Рухаб. Новый комментатор – это Пчелкин, к вашим услугам. Это Громжке и, соответственно, Закрэги. Еще смотреть 989 раундов, да? Как-то так. Макказин, Маккасин. Ну, вот, кстати говоря, Макказин. Говорят мне, что Макказин его нужно назвать, поскольку у него сокращенный ник. Не сокращенный вообще ник у него, Мака. И получается, что удрение Мака. На А. Макказин. Надо называть, а не Макказин. Макказин. А вот Макказин как-то... Как-то нам породнее, что ли, даже не знаю. Окей. Два снайперских девайса в атаке. Кеннис и Шокс. Есть три АК. Это под пуш. Ланга. Кеннис справляется с Макказином. С Макказином, простите. Кеннис. Даблкил. Джинкс. Неплохо отыграл с Дигла. Кстати говоря, этот парень очень хорошо играет с этим пистолетом. Не раз я его уже отмечал, когда комментировал. И вот очередной шот от него. Завладели одним девайсом. Это АК 47-й. Который подобрали с Джекса. Выход на девятый. И, в принципе, забранная первая половина коллектива G2 и Спортс. Кеннис. Чекает нижнюю Тэшку. Выходит глубже на позицию Шорт. Пока здесь никого. Но тут никого и не будет, поскольку два игрока, которые остались. Это Джинкс и это Дэвил. Остаются под Б-базой. Дэвил смотрит под пуш-смеда. Джинкс смотрит, если кто-то будет выходить с верхней Тэшки. Но пока G2 не торопятся. Пока G2 только лишь распределяются под АК. А Базой не занимают опорные позиции. Например, Лаки уходит на лон контролировать выход с бокса. В ПИД у нас уходит тот самый Кеннис со снайперским девайсом. Со своей волшебной палочкой. Ну и на пленту остаются Бадди и Шокс. Не пойдут уже никуда, понятное дело. Будут сейвить девайсы. Есть Дигл. Понятное дело, Дигл это без брони, без гранат. Практически ничто. Но в такой ситуации для 3D Max нужно сейвить все, что только у них есть. Можно просто Мака. Лучше звучит рили. Мака. Да, можно просто Мака. Поскольку финал. Ну, вообще, финал по расписанию, если по расписанию, то он должен был начаться в 8 часов вечера. Это по расписанию. Но если эта игра закончится, соответственно, пораньше, например, где-то к часам 7, да, там где-то без 20, и G2 заберут, то я надеюсь, что перенесут и чуть пораньше сыграют финал. Но это все... Это все спорно. Но вообще, по идее, должны перенести немножечко. И немного должны сдвинуть время. Я думаю, это... Обязательно об этом будет известно. На том же самом сайте HLTV.org можете проверять информацию. Но пока еще у нас не завершилась эта игра. Пока только 12-й раунд. Пока лаки немного проседает. Хотя уже вот эта хаешечка наносит значимый урон. 47% здоровья отнимает. Помню, лет 5 назад смотрел в рэп-обзор Леша Пчелкина. Я сейчас слушаю комментирование в комментаторской будке. Привет, Фронтифал. Медленный раунд снова от G2 и Спортс. Минута остается. Ой, какие тайминги. Ну зачем же ты так выходишь? Ну, понятное дело, он хотел прочекать. Да, взять нож. Да, зайти просто посмотреть. Кенис, ты сегодня вообще промахнулся хоть раз. Скажи мне, пожалуйста, дорогой человек. Неплохо заходит у него, но это 3 в 3. Это 3 в 3 и G2. Пока. Потеряли двух бойцов. Так же, как и 3D Max это сделали в принципе. И тут еще ничего не ясного. Тут у нас парень стоит, Лаки. До сих пор чекает шорт. Бомба вообще лежит у нас. Это что там вообще произошло? Почему я смотрю этого игрока, когда там Кенис зарезал у нас? Это что такое? Это... Это... Это как бы... Ну, нет предела моему возмущению. И предела возмущения Автодиректа. Уж простите за это. Кенис там зарезал. Еще и вот так вот у него получается. Резать игроков вражеской команды. Тут совсем может быть дизморалька, но дэвил. Неплохой хедшот. И Лаки вынужден отыгрывать эту ситуацию 1 в 2. Лаки! 1 в 1. Будет установлена бомба. Времени более чем достаточно. У-у-у-у, Лаки! Что ты делаешь? Это не Лак. No luck, just kill, как говорится, господа. Ситуация 1 в 2, которую Лаки все-таки разруливает. 9-3. Приз, выход. Да, да. Это квалификация. Это квалификация именно за уже выход на основную стадию Intel Extreme Master Sydney 2019. 8 команд было и только лишь 1 слот. Представляете, какое соперничество. Дэвид. Минус Бадди. Джекс на размене. Отлично. 4 в 4. Все, в принципе, неплохо. Ааа, Лаки зажимает. Лаки дожимает невероятным спреем. Минус Мака. Минус Хаджи. Шокс также на миду забирает Джинкса. Разваливается коллектив. 3D Max. Просто в щепки разлетаются эти ребята. У G2 получается сегодня все. И против Эка. И против Бая. G2 невероятно хороши на карте D. Даст 2. Так же, как и на карте D. Дэнферно. Свой пик отыгрывают на ура. 10-3. Разница 7 раундов. Давайте посмотрим. Табуляцию. Кеннис 12 на 6. Лаки 13 на 6. Кстати говоря, Лаки и Джекс включились. На Инферно. На Инферно мы их так не видели особо. А вот сейчас парни. У нас, кстати говоря, Эжеду заходят быстро под Б. И уже Джинкса здесь ликвидируют. Поход под Б базу обеспечен. Бадди услышал скоб. Конечно. Еще и Ду ловит. И голову ставит по Дэвилу. Это 5-3. Абсолютно без шансов. Три девайса остаются у коллектива. 3D Max. А там денег нет. Их просто нужно бы в идеале засейвить. Потому что ну куда здесь идти. Кеннис также делает минус по Мака. Дэвид и Хаджи остаются вдвоем. Нет никаких вариантов взять этот раунд. Нужно засейвить девайсы. Дэвид еще и не убивает сразу. Вот только сейчас это минус Кеннис. Кеннис промахнулся. Пожалел немножко Дэвида в позиции шорт. И вот Дэвид вынужден уходить. Бадди прекрасно слышит перемещение своего оппонента. Поскольку он уходится над ним. Он топает. Он не шифтит. Дэвид. Дэвид делает еще один минус. Даблкил от него в этом раунде. И ноги видит. Видит ноги прекрасно Шокса. Но там понятное дело убить было очень сложно. За Дэвидом идет охота. Просто ничайшая Шокс его вместе с Кеннисом. Он дожимает Кеннис. Который все-таки попал по нему. Но не добил. Потому что попал в текстурку. Того самого парапета на шарте. И Хаджи остается один. Просто один. Сейвит Эмпу. Второй армор. Сейвит Смок. Флэш. Все что только можно. 11-3. Последний раунд первой половины. Та же самая ситуация. Которая была на карте Инферно. Но если сейчас, G2 заберут 12. Там у нас был французский голос. Немножечко бывает такое. Бадди, кстати говоря, последними пульками попал там через Даблдор. Но проблем никаких для оппонентов не было. Ну вот вопрос, почему я, как бы, не знаю, почему я не поставил на G2, чтобы они прошли на мажор. В своем видосике, который я сегодня выпустил на ютубе. И рассказывал про свои предикшены. Не знаю. Опять же, вот G2 сегодня хороши. Завтра они проигрывают. Вообще непонятно кому. Вот, ну не знаю, почему у них так. Сегодня все классно. Сегодня все круто. Еще будем смотреть обязательно на эту команду, когда они будут играть против коллектива Биг. Если, конечно же, все-таки они туда в гранд-финал попадут. И как они там будут отыгрывать. Но вот почему-то я их не поставил в своих предиктах. Ну не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Еще не закончился ДДАС второй. Еще не 2-0. Еще игра идет. Есть минус. Лаки уже делает минус по Дэвиду. Неплохо. 5-4. В большинстве G2. Дэвил с Деглом. Хаджи и Маказин. Находится на позиции Лонг. Там, кстати, в Питу находится еще и Дэвил. И вот тут, кстати говоря, по позиционке у 3D Max все неплохо. Поскольку на них сейчас будут выходить. И выходить будут на трех игроков. Мака. О, не с ВП. Уоу! Вот это флик! Отличная игра от него. Хаджи также делает минус по Шоксу. Идет размен. Хаджи даблкил. Кеннис минус Хаджи. Ситуация 2-3. Джинс Маказин и Дэвил против Лаки и Кенниса. Лаки. Позиция шорт. Забирает он здесь в пленту одного. Это был Дэвил, который просто взял и запрыгнул с бокса. Лаки продолжает дальше контролировать. Маказин пытается попасть по Кеннису. Это ситуация 1-2. Остается только лишь Лаки. 77% здоровья у него. Лаки. Это твое число. Это твои цифры. Первый шорт по Джинксу. Остается только лишь Маказин со Скаутом. Информация по Лаке имеется. Бомба тикает. Времени нет. Дефьюз китов нет. Делает спрей. Делает одно попадание. Маказин. Лаки. Или Маказин. Лаки. 12-3. Получите. Распишитесь. Смена сторон. А если кому-то интересны мои прогнозы, можете попросить. Модератор скинет. Уже сегодня скидывали. Ссылочку на ютуб канал. Ну, ссылочку на видос. Если интересны, модератор скинет. Модератор сегодня мне помогает. Спасибо тебе большое за это. Мой любимый модератор. Да. Неплохо. Все очень и очень неплохо. У коллектива. G2. А вот 3D Max сегодня не видно. Просто их не видно. Ну, пистолетка. Пистолетку снова 3D Max брать просто жизненно необходимо. Поскольку если пистолетку отдают, то вообще печаль беда. Так что давайте смотреть. Это Rush B? Просто Rush B сейчас будет или что это? Мне даже интересно. Это просто Rush B, что ли, вчетвером? Да, это Rush B. Это так по-русски. Это так по-русски, ребята. Тут Jax. Неплохая приемка от него. Минус 2. Тут нужно помогать своему тиммейту. Это Lucky. Он приходит сюда тоже ставить кашот по хаджи. Ситуация 2 в 4. Макказин и Дэвид остаются вдвоем против четверых игроков коллектива G2 и Sports. 30 секунд только прошло. Они уже здесь. Вываливаются на них все остальные. Неужели? Воу-воу-воу. Что вы делаете? Вы же свое преимущество просто растеряли на ровном месте. Выбежали из смока и потеряли двух игроков коллектив G2. Но я понимаю, что вас четверо. Ну, завершите вы этот раунд просто на победку. Зачем вы это делаете? Ну, это очень и очень странно. Такой 3D Max должны уже забирать. Хорошие позиции у них. Должны закрывать двух остальных игроков защиты. Да. Так и есть. Ну, наказали. Нельзя было так делать. Просто нельзя было так делать. Зачем они это сделали? Не понимаю. Зачем так сделали G2? Просто не понимаю. Хорошая приемка от Джекса. Да, его убили, но он сделал минус 2. Потом подошел Лаки. Также поставил голову еще по одному. Там ситуация 4 в 2. Делайте вообще все, что хотите. Зайдите двое стенки. Двое, один через даблдор. Один с окна. Либо, наоборот, один стенки, все остальные втроем навалитесь. Нет, они вдвоем в смок бегут. Ну, типа, окей. Пусть будет так. Пусть будет так. G2 решили подарить раунд коллективу 3D Max. Хаджи. Ну, слаки. Ситуация 5 в 4. Полный экономический раунд. Коллектива G2. Тут неплохая такая подсадочка. Добивать должны были. Да, добили только одного. Но тут должен Хаджи забирать всех. Да, он так и делает. Минус 2. И тут еще минус 3. Отлично. G2 на контору начала играть. Ну, это называется, типа, самоуверенность. Самоуверенность, что мы сейчас разнесем. Просто выбежим в смок. А тут, как бы, 3D Max горит. Не забывайте, мы тоже стрелять иногда умеем. Так что. Вот ссылочку скидывают, ребят. Да, не ругайтесь на модератора. Он постоянно ссылочку тоже постить эту не может. Вон, ссылка вылетает. Это мои прогнозы. Спасибо еще раз большое модератору. Шокс. Попытался там поймать у нас Дэвида. Но не получилось. Дэвид все-таки перестреливает. Очередной эко-раунд. Хотя, посмотрите, сколько денег у G2. Понятное дело, они хотят более стабильной экономики. Не хотят там уже каких-то партганов. Неплохо то, что за лунная походка у нас тут была. Дэвид. Дэвид. Пока не закрывает. Тут Мака должен закрывать. Да, Мака закрывает Кенниса. Джинкс в это время забрал Бадди. Лаки остается один. Есть фармган, но тяжеловат, конечно, тот что-то будет сделать. Какой вью-модел? Вью-модел, вью-модел. Здесь, по-моему, 60. Обычный 60. Отклонение. Отклонение по Иксу 2. Отклонение по Игреку минус 2. Лаки. Также ликвидирован. 6-12. Ну, вот теперь давайте смотреть за защитой. У G2 2 снайперские девайсы будет или нет? Или в одного сыграет? В одного 4 Ауга. 4 Ауга и снайперский девайс для Кенниса. Ну, посмотрим. Полетели. Полетели. В очередной раунд. Ну, 18 раундов позади. 3D Max начинает показывать признаки жизни, что не может не радовать. 2. Кстати, 2-2-1 стоят у нас, ребята. Кеннис оставляет одного. Кеннис замечает Дэвида, который вот буквально только вот начал заходить в смог. И сразу же оставляет его без головы. Шокс. Шокс подпушил нижнюю Тэшку. Это принесло свои плоды, поскольку Хаджи уже отваливается и переносится в следующий раунд этой встречи. А это ситуация 5 в 3. У Джинса есть МП 5. Также у Маказина имеется СГшка. И у Дэвила АК 47. Три игрока атаки остаются втроем. Как бы это ни звучало странно. Но! Бомба лежит. Время тикает. А девайси засейвить хочется. Хотя, деньги-то есть там 6, 5, 4, 5, 2, 400. Попробуют, я думаю, что-то сделать все-таки. Ребята из коллектива 3D Max соберутся под одной позицией и все-таки пойдут. Но это опять же только им решать. Затишье. Надеюсь, перед бурей. Два игрока верхней тэшки у коллектива атаки. Один находится на позиции middle. Джинкс меняет девайс. Есть АК, кстати говоря, неплохо. 27 секунд. Ооо, Шокса начекали. Увидели пиксель. Ой, Кенниса убили. Ничего себе. А вот это уже интересно. Кенниса потеряли. Шокса убили. Вот теперь придется ребятам Иждзу здесь справляться как-то с этим напором. Лаки. Ой, как же ты, Дэвил, не ловишь, что тайминги 7 секунд остается. Тут уже сейчас просто будут ловить на постановке плантата. Атака происходит. Лаки забирает имаку тоже. Все-таки довели этот раунд они до победного, поскольку ситуация была 5 в 3. Они должны были это делать, но двоих игроков потеряли. У Кенниса забрали снайперский девайс, но это не проблема, потому что деньги сейчас есть. Как сказал бы Соло Алексей Перезин, он же 3-2-2. В простонародье бабки не проблема. Пока что у коллектива G2 это 13-6. Два снайперских девайса в атаке у коллектива 3D Max. Это Джинкс и Мака. Именно эти ребята попробуют сделать опенфраги. И уже от этих опенфрагов сыграть, поскольку это не быстрый раунд. Вот это вообще... Что это такое? Это вообще как? Это ВАК? Что это? Почему? Это уже не первый момент такой. Что у 3D Max, что у G2? У них вообще там есть смок? Вот мы с вами смок видим, а они... У меня такой вопрос. Вот Лаки тут, кстати, неплохо тоже Джинкса увидел. Поставил ему голос, и головы уже нет. У снайперских девайсов остается Дэвил и Дэвид. Даже ники похожи. Два К-47-ых и печаль-беда. Просто проблемы огромные у коллектива 3D Max. В очередном раунде. Тут еще и Дэвил тайминг не ловит. Выходит на него Шокс. Дэвид остается один. Находится на позиции Шарта, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Дэвид? Ты где? Да. Они уже... Уже где-то на небесах в этом раунде. И это 14-6. 14-6... Нужно брать паузу. Нужно поговорить, мне кажется, коллективу 3D Max. Нет, не будут разговаривать. Покупают один скаут. И делают эко. Один скаут. Один дезерт игл. Очень странная, на самом деле, ситуация. У них по полторы тысячи, им же денег не хватит потом. Кеннис ловит Маку. Который решил тут пробежаться. По миду. По миду. А там у нас тычка, кстати говоря. Можно нам увидеть, пожалуйста, хоть что-то под бэфлентом? Спасибо большое. Кеннис! Ну ты сегодня вообще хорош парень, конечно. Но и Дэвил не промах. Он остается один. И вынужден поменять позицию. А тут его уже ждут. Вот, наверное, было лучше поставить все-таки. Но в любом случае, что сделал, то сделал. Это 15-6. И это 9 матч-поинтов уже. Кстати говоря, запомните... Точнее, не запомните, а вспомните, что на карте Дэнферно счет был 16-6 в пользу коллектива G2. Где 3дмакс? Вообще не понимаю. Просто не вижу этот коллектив. Может быть, последний раунд встречи. Это и будет. Соответственно, и тут уже Кеннис делает опенфраг. Хаджи отваливается. Шокс также делает минус по Дэвилу. Снова ситуация 5-3. Большие проблемы у коллектива 3дмакс. Двое игроков из атаки. Находится в позиции лонг. Один уже в пяту. Дэвид чекает карп. За карпом никого. Здесь у нас Джинкс сидит, если что. Если кто-то поджимать будет. Джекс проседает. До 74-х. А Кеннис и Джекс делают по киллу. И все как будет. Джинкс остается один. Это 5 в 1. Где сегодня были 3дмакс? Непонятно. Но в любом случае. Поздравляем с победой коллектив G2. Они достойно. Оказали. И показали достойную игру. Следующая игра у нас. Это гранд финал. За слот. На Intel Extreme Masters Sydney 2019 года. Встречаются коллективы B.I.G. против коллектива G2. Германия против Франции. Можно так ознаменовать, наверное. Это противостояние. Это будет интересно. Это будет гранд финал. Это best of 5. Противостояние. В котором B.I.G. Поскольку прошли через сетку винеров. Уже имеют 1 очко. То есть счет начнется с 1-0. В пользу B.I.G. Посмотрим когда начнется эта встреча. Я не думаю что через полтора часа. Я думаю что немножечко пораньше. Поэтому не забывайте. Что этот матч для вас комментирует. И следующий Алексей Пчелкин. Это студия RUHUB. У нас тут очень и очень жарко. И у нас впереди best of 5. Противостояние. Которое начнется совсем скоро. Запасайтесь чаем. И давайте продолжим смотреть красивый Counter-Strike. Субтитры сделал DimaTorzok.